Привет, на связи Макс Хожайнов, команда thetunes.ru. И в преддверии новогодних праздников и новогоднего настроения мы решили сделать тебе небольшой подарок, так сказать, а именно показать один из уроков нашего видеокурса «Как создать коммерческий прогрессив транс», релиз которого состоится уже совсем-совсем скоро. Так, какой выбрать урок? Ну, наверное, из части барабанов и перкуссий. Посмотрим, как их обрабатывать и создавать. Какой-нибудь урок здесь, хотя, хотя, наверное, нет. Лучше давай посмотрим урок про создание и обработку басовых партий. Ну, собственно, вот смотрим урок. Ну что ж, начнем писать трек с создания и обработки басовых инструментов, так как они держат основу, собственно, танцевальной части и вообще танцевальной музыки, в принципе. У меня уже есть вот такая басовая партия. Бас будет, как ты уже понял, многослойным, то есть будем использовать метод лейеринга, наложение одного баса на другой. Но тут не обязательно пользоваться исключительно басовыми какими-то звуками. Можно накладывать на бас какие-то лиды, какие-то другие инструменты, лишь бы это все хорошо и интересно звучало. Итак, партия сейчас имеется вот такая. Конечно, звучит и это все сейчас примитивно, но будем над этим работать. Слушаем первый бас. Захожу в синтезатор, это сайлент. Вот, он будет играть роль саб-звука, то есть баса, который дает саб-бас. Вот, но саб-бас это, я имею в виду, не такой вот саб, который глубокий-глубокий, а немного приоткрытый, то есть с какими-то хорошо читаемыми частотами нижней середины хотя бы. Ну, в таком вот виде я его пока оставлю. Убавлю релиз. Звук должен звучать довольно отрывисто. Хорошо, и сразу переименую его как бас-саб. Зайду в его партии, и вот эти вот длинные ноты с квантизацией 1.32 укорочу вот на одну долю, чтобы еще более отрывистое звучание ему придать. То есть такие вот манипуляции, создание таких вот маленьких пауз придает треку определенную динамику на низкочастотной области. Теперь насчет обработки. Я сейчас сразу создам в Cubase папку, трек-папку, назову его басы, или просто бас, и создам групповой канал, который назову бас-групп. Перетащу его в эту папку, все остальные три баса тоже в эту папку. Сразу как бы так, проект визуально, чтобы отображался лучше, потому что когда будет много дорожек, будет тяжело их различать. Вот, и собственно все эти басы сейчас я направляю на вот эту вот подгруппу. Таким вот образом. Все, а эту подгруппу направляю на канал Kick&Bass. Вот так. То есть сейчас у меня все эти басы идут на вот эту подгруппу. Эта подгруппа на канал Kick&Bass, на групповой канал. Вот он. Собственно делаю дальше. Вот захожу дальше в партию, в канал Bass Sub. Проверяю его динамическую характеристику, то есть сильно ли он у нас динамически прыгает. Мне нужен такой довольно ровный звук баса. Как видно по осциллограмме, по вот этой звук довольно ровный, то есть резких скачков никаких нет. Поэтому я не буду его не компрессировать, не как-то выжимать максимайзерами, а просто повешиваю такой вот плагин WSR Bass. И исходя из тональности трека, вот я уже эту таблицу показывал тебе, вот у меня ля, у меня трек в тональности ля. Как определить тональность трека довольно просто. Надо зайти, например, в партию пэдов, посмотреть, какой первый аккорд. Вот у меня нота ля, ми и до. Аккорд ля минор. Соответственно, тональность будет ля. Мне сейчас не важно, какая именно тональность, то есть ля минор, ля мажор, какое-то другое. У меня главная сама нота. Нота ля, поэтому и, исходя из вот этой вот таблицы, смотрю здесь ля, вот она уже выделена, и выбираю частоты низкочастотной области. То есть 55 Гц это слишком низко, я пока их трогать не буду. Вот возьму 110 Гц для этого плагина, пишу 110 Гц, и подмешиваю ему гармоник, регулируя ручку Intensity. Как раз вот здесь он показывает уровень подмешиваемых гармоник. Слишком много баловаться этим плагином не надо, так как он может передать нехило мути-треку, потому что на такой вот частоте это нижняя середина, а в нижней середине довольно много грязи, поэтому здесь нужно работать аккуратно. Оставлю пока в таком виде. Вот, следующий бас. Это будет бас 1. Так, проверю его партию. Партия неплохая. Вот, теперь я зайду в сам синтезатор, это гладиатор. Сразу же уберу здесь Release, Sustain, и буду работать только с ручкой Decay. Оставлю пока в таком виде. Далее я использую плагин Voxenga mseed для того, чтобы прибрать центральную составляющую, точнее стерео составляющую, которая играет в этом канале. Сейчас я вот зашел в изотопозон, который у меня висит на мастере. Переключусь здесь в режим Mid-Side и отдельно могу слушать то, что у меня звучит в Mid и то, что звучит в Side. Если ты не знаешь, что Mid — это только то, что играет в Mono, а Side — это только то, что играет в стерео. Соответственно, слушаю Mono и в стерео. Как слышишь, по стерео он очень широкий звук, и при этом у него там есть даже низкие частоты. Поэтому я сделаю такую взаимокомпенсацию. Вот прибавлю Mid составляющие и при этом убавлю Side составляющие. При этом звук не поменялся с точки зрения частотной характеристики и динамики своей, то есть он ничего не потерял, он просто стал уже по стереобазе. Но если бы я сделал просто, например, убавив Side составляющую, то звук уже теряет свою частотную характеристику, то есть свой окрас. Поэтому, когда я что-то вычитаю, я обязательно прибавляю что-то другое. Далее я вешаю плагин BootIQM-K2, эквалайзер отличный. Примерно выставляю такие вот настройки. Сейчас я эти басы обрабатываю частотно и динамически. То есть никакой пространственной обработки, никаких украшений я пока не задаю. Сейчас проверяю динамическую составляющую сигнала, то есть смотрю, как он скачет по динамическому диапазону. Видно, что у него динамика не постоянная, поэтому я использую плагин AirVox для того, чтобы эту динамику немножко сузить. Делаю какие-то настройки на слух. Как видишь, вот здесь есть всплески, здесь есть какие-то неровности динамические, все это не нужно. Я этим плагином это все попытаюсь убрать. База звучал намного ровнее, оставлю пока его в таком виде. Вообще, этот плагин изначально разрабатывался для работы с голосом, но мне его нравится применять и на лидах, и на басах, и, возможно, даже иногда на барабанах. Поэтому тут можно экспериментировать как угодно. Вот, и далее, так как это бас уже не основной, то есть я имею в виду, что низкую частоту основную он не несет. У меня низкую частоту несет бас саб. поэтому у этого баса я могу смело прибрать низких частот. При этом обязательность не такой вот большой компенсации на нижней середине. оставлю пока в таком виде. Следующий бас. Бас 2. Переименовываю сразу. Этот бас был сделан для того, чтобы придать определенный хруст в общее звучание баса, поэтому я в его insert вставил плагин Voxeng2pampeg, плагин бесплатный, и можно зайти на сайт Voxeng2pampeg, скачать и попробовать его. В общем, цель сейчас очень сильно разорвать это звучание, придать ему большего овердрайва, что ли, но это и не совсем овердрайв. Ну, сейчас услышу, что я имею в виду. Вот, есть такой бас. Ручки BIOS и LPFREG выставляю на максимум и регулирую теперь только ручку Drive. То есть, думаю, результат обработки плагина ты услышал. Теперь я зайду в синтезатор и там, где у меня есть осциллятор, который мешает шум, подмешаю побольше шума. В общем, разница довольно существенная. Теперь вставлю плагин FabFilter Pro.Q. это эквалайзер отличный. И сделаю вот low-shef эквализацию, то есть, переберу низких частот. Не нужно низкие частоты обрезать очень сильно. Можно потерять тело инструмента, поэтому аккуратно просто немного их опустим. Нажимая на вот эти наушники, можно слышать ту частоту, которую убираем. и прибавлю высоких частот. Тоже high-shef эквализации. оставлю пока все в таком виде и теперь зайду в группу басов. Сразу же использую такой вот плагин, это компрессор, который будет у нас работать в режиме sidechain. Сделаю пока вот такие настройки, активирую sidechain режим, зайду в собственно источник sidechain, у нас вот та самая бочка, которая, сэмпл, которую мы использовали в качестве источника для сигнала sidechain, и вставляю через send канал вот этот вот компрессор, и сейчас у меня бас раскачивается вот как будто от бочки. теперь я использую такой вот плагин опять же waves airbus, но уже на частоте если предыдущем на бас сабе я использовал 110 герц, то теперь для группового канала я использую 55 герц, то есть это самая частота самая низкая, потому что 27,5 герц это уже чересчур низкая и там нет смысла усиливать эти частоты. вот значит 55 герц для моей тональной стиля подмешиваю чувствуется как подмешивается бас сигнал давай я сейчас выключу бочку и послушай без нее весь канал баса то есть самые низкие низкочастотные гармоники мы подмешиваем к звучанию баса и таким образом бас будет хорошо читаем низких частотах за счет 55 герц которые мы тут выставили на групповом канале басов и так же будет хорошо читаем в нижней середине за счет того что мы на бас на канале бас поставили 110 герц и тоже сделали обработку плагином rbass вот теперь нужно настроить баланс относительно басов относительно друг друга относительно бочки так как бачка я пока не обрабатываю но все равно примерно баланс настроить нужно второй бас и третий бас наверно я еще подниму высокие частоты на первом басу вот и теперь все эти басы обработаю пространственно бас сап конечно пространственно обрабатывать не буду потому что это передаст и довольно много мути в микс и при этом не создаст нужного ощущения пространства потому что низкие частоты локализуются нами очень плохо нашим слухам вот соответственно я выбираю второй первый бас и вставляю такой вот в инсерт этого канала плагин Bionic Delay фирмы EkoChamber и делаю какие-то настройки то есть мне сейчас нужно создать довольно короткий дилей который задает маленькое пространство также здесь есть low-cut и high-cut фильтры которые отлично работают при подобной обработке далее бас-2 я вставляю плагин analogic delay простой дилей который схож с Bionic дилеем но работает уже на одном канале здесь я даже не буду менять частоту дилея то есть оставлю все как есть вот теперь зайду в групповой канал ставлю плагин фабфильтр фабфильтр проку опять же и срежу высокие частоты примерно таким образом и сделаю такую вот компенсацию создав еще один узел то есть такое подрезание на различных групповых каналах высоких частот ну и низких конечно тоже делает очень микс довольно сильно прозрачнее потому что остается место для хитов для каких-то шумов и вот эти частоты басу действительно не нужны для того чтобы проверить на каком на какой именно частоте срезает сейчас high-cut фильтр частоты нужно создать еще один узел выключить его и подвести вот примерно сюда и видим что он примерно там но с 10 грубо говоря килогерц начинает срез хотя и узел сам стоит вот здесь а то есть 13 700 там но так как фильтр не резкий поэтому можно будет немножко вправо его отодвинуть чтобы срез начинался чуть позже в общем включаем все это вместе и слушаем сквалайзером и без вот собственно удалили верхние частоты которые будут освобождаться в любом последующем инструменте который их имеет то есть какие-то лиды пэды и так далее теперь нужно расставить партии нашим басам сейчас еще раз перепроверю все партии вот я включил режим отображения всех партий одновременно и в том числе их могу все редактировать тоже одновременно но я сейчас редактировать партию не хочу я продублирую выделю ее красным цветом конечно то же самое сделаю здесь то же самое сделаю вот здесь в соответствии со структурой которую мы уже продумали теперь я дублирую партию на кульминационный момент там где у меня уже открывшаяся мелодия перекрашу и нужно мне ее составить соответствии с тем басом который уже подобрал для открытой мелодии нужно выделить этот участок то есть он равен длине всей открывшейся мелодии и теперь просто выделяя ноты я делаю их соответствующими вот этим нотом ничего сложного и на слух ничего не подбираю чтобы время не тратить ни твое ни мое первая нота ля оставляю и в таком же виде далее но таре далее но та соль до фа си ми и там тоже ми поэтому выделяю оба и опускаю вниз так эту партию могу удалить и теперь я удаляю вот эти вот ноты которые сейчас не не подходят то есть я их не удаляю я их выравниваю соответствии с теми нотами которые уже стоят которые только что поставил на первом басу я вот эти вот низкочастотные ноты подниму на октаву выше а Все, ноты подобраны нормально. И сейчас я зайду еще раз в синтезатор первого баса и прибавлю декей, точнее его убавлю и также мне кажется, что слишком большая здесь задержка, я убавлю микс, вот так вот оставлю и послушаю сейчас. Послушаю вот в этих танцевальных частях. Теперь нужно зайти на мастер-канал наш, в плагин Изотопа Зон и в плагин Аксескоп. Теперь в Изотопа Зоне активирую любой многополосный модуль, вот сейчас многополосный компрессор, точнее многополосный динамический прибор и солирую просто низкочастотную вот эту вот область 20-120 Гц и смотрю на то, что она не показывает эксоскоп. При этом на мастере первым висит озон, потом висит эксоскоп и только потом уже анализатор уровня. Включаю play. И на вот этой вот картинке у меня должна жестко доминировать бочка, но сейчас этого не происходит. Отключу bass sub и включу опять play. Срежу низких частот второму басу еще. И теперь я буду подмешивать просто громкость bass sub к вот этому основному звуку. До того момента, пока у меня картинка тут не станет нормальной. Наверное, побольше можно сделать сейчейн компрессию. Вот таком виде пока осталось. Поставлю, то есть контур бочки должен четко прорисовываться на фоне вот этой низкочастотной составляющей. Также теперь послушаю не средние частоты, таким же образом засолирую и у меня бочка должна тут пробиваться. То есть должна быть очень хорошо слышимой. Да, прекрасно ее слышно. И на высоких частотах тоже проверю. Везде ее слышно хорошо. Отключу многополосный модуль, чтобы не использовать ресурсы компьютера. Послушаю все еще раз. Оставим bass пока в таком виде. Самый ресурсоемкий синтезатор, который сейчас используется, это синтезатор-гладиатор. Поэтому именно его партию я раздублирую. Так как я знаю, что здесь у меня идет переход на танцевальную часть, здесь у меня тоже идет переход на танцевальную часть. И здесь будет спать на яму. То есть все эти моменты будут однонотные, поэтому я смело могу оставить в таком виде. Далее здесь я вообще все могу скопировать, потому что это будет кульминация трека. Тут будет открывшаяся мелодия. Здесь будет тоже мелодия открывшаяся, но это еще не танцевальная часть, а разгон. Поэтому на всякий случай бас я сюда тоже поставлю. Далее идет. Будет спад после танцевальной части, после вот этой всей мелодии. Я скопирую. И вот таким вот образом. То есть первый и второй аккорд. Опять же первый и второй аккорд. Первый. И тут только первые аккорды. И далее опять одна нота. Нейтралка. Оставлю все в таком виде. Делаю аналогичные манипуляции со всеми басами. Сразу раскрашиваю их, чтобы было понятно. Вот в таком виде сейчас все это выглядит. И я использую функцию заморозки для синтезатора гладиатора. Нажимаю на вот эту вот снежинку, пиктограмму снежинки. Здесь выбираю Freeze Instruments Only. То есть сейчас он у меня будет замораживать только сам синтезатор-гладиатор. Без обработки, которая в инсерте висит. И вот здесь нужно поставить галочку. То есть выгрузить инструмент после заморозки. То есть когда заморозка пройдет, синтезатор будет как бы выгружен из проекта. И это очень довольно сильно разрядит ресурсы компьютера. Все, нажимаю ОК. Но при этом я всегда могу разморозить инструмент, что-то подредактировать, и потом обратно заморозить его. То есть вот такое преимущество, одно из преимуществ того, что мы заранее продумали структуру трека, это вот, собственно, я могу спокойно использовать функцию заморозку, или если заморозки нет, просто экспортировать партии в WAV, при этом довольно сильно разгружать ресурсы компьютера. Вот сейчас после заморозки мне недоступен к редактированию сам синтезатор-гладиатор и сами партии. То есть зайти я в партию не могу и отредактировать ноты, но при этом могу эти партии копировать, потому что это всего лишь MIDI. Вот. Сейчас проект выглядит таким образом. Еще раз послушаем все басы. Можно попробовать групповому каналу басов подмешать реверберацию room совсем немного. Да, ставлю ее в таком виде. И, собственно, на этом работа с басами пока что закончена. То есть у нас есть все основные партии, они обработаны и довольно неплохо уже звучат. Все, на этом урок закончен. Переходим к следующему видео. Субтитры создавал DimaTorzok